Добрый день, меня зовут Максим. Раз уж у меня пришло столько заявок снимать ролики про обычную американскую жизнь, про всякую рутину, у меня созрела рутинная проблема замена масла в автомобиле. И тут я вспомнил про одну нераскрытую тему, это про американские купоны и про всякие разные мелкие ништяки. В Америке очень распространена такая штука, как распечатывание поиска разных купонов. Ну, собственно говоря, очень много людей подписаны на разные каналы рассылки и ежедневно вместе с почтой приходит огромное количество всякого разного рекламного мусора, но в том числе иногда попадаются очень прикольные вещи. То есть получаешь пачку всякой бумаги, внимательно пересматриваешь, перекладываешь и находишь что-то интересное. В данном случае вот смена масла. Можно только приехать на любую сервис-станцию и, собственно говоря, заменить масло. И заплатить деньги, уехать забыть. Но, есть возможность залезть в интернет, на специальные сайты, где у нас тут есть разные предложения и ништяки. Вот. И что мы тут находим? А тут мы залезаем на сайт Волпак. Такой глобальный сайт. Указываем свой зип-код, где тут проживаем. Так, масло, масло, масло. О, отлично. Отлично. 10-долларовая скидочка Firestone. Ну, заменить маслом. То есть я сейчас подключаю свой принтер любимый. Вот. Сейчас его запущу. Так у меня загрузится. Ага, отлично. И, собственно, да. Собственно, собственно, принт. Собственно, принт. Ну, да. Ну, да. Ну, да. Как-то так, что ли. Как-то так. Печатать. Да. Все. Вот. Пошлось, чтобы я печать. Вот. Пока у меня купончик мой печатается. Вот. Расскажу дальше. Значит, кроме вот такого вот экспромта, существуют месячные всякие разные купоны. Скидка, например, на детское питание. То есть, если в магазине баночка детского питания стоит 16-17 долларов, к вам приходит купон на скидку 10 долларов. То есть, считайте, вы получаете полцены возможность купить. Вот. Так. Сейчас. И, собственно, вторая. Вторая здесь у меня. Ну, вот. Все. Я в шоколаде. У меня купон. Все. Отлично. Купер. Я в шоколаде. У меня купон. Вот. Детское питание. Потом всякие разные предложения от фастфудов. Например, если открывается какой-то новый ресторанчик, новый буфет, то есть, как правило, через эти сети рассылки купонов получается информация. И можно прийти и сэкономить лишние деньги. Вообще, Америка учит бережливости, потому что, если вы живете в Москве, то можно там открыть воду и уйти там на полчаса, там на час и забить болт, на то, что у тебя вода льется или там ламочка у тебя горит. Здесь в конце месяца приходит вам счет об оплате коммунальных услуг и уже начинаешь думать, а стоит ли вот так вот халатно ко всему к этому относиться. Может быть просто немножко быть повнимательнее, закрыть воду, там выключить свет. То есть, немножко другое отношение к деньгам. Даже доллар, казалось бы, ну фигня полная. Здесь ты уже понимаешь, что ты сегодня потратил 1 доллар в день лишний. Завтра. 30 дней – это 30 долларов, считайте. Если умножить эту сумму на более длительный срок, соответственно, получается больше экономии. То есть, здесь люди деньги считают. Вот они не выжили, но просто есть разумный уже подход к деньгам. И соответственно, здесь, учитывая, что здесь многие вещи стоят крайне дешево по сравнению с Россией, ты уже понимаешь, что вот сэкономив там эту десятку, ты можешь спокойно пойти, грубо говоря, в какую-нибудь кафешку, там и пообедать на эти деньги, там ни в чем себе не отказывая вообще. То есть, ну, резон в этом определенный есть. Вот. Ну, вот, собственно говоря, про купоны. Я, чтобы не быть голословным, в описании ролика кину пару ссылок, вот на эти вот ресурсы купоновые. Вот, посмотрите, пожалуйста, вот. И, соответственно, жду ваши комментарии. Удачи и желаю хорошего дня.